Всем привет, с вами Дима Ферумком и мы сегодня будем говорить о конструкторах Ugears. Многие люди, кто смотрят наш канал или каналы на постоянной основе, неоднократно уже видели их шкатулку у нас в кадре на правах предмета интерьера. И в связи с этим в комментариях возникали вопросы из оперы, почем контракт с Ugears. Отвечаю на этот вопрос, когда мы планировали обстановку офиса и вот это вот все дело, мы хотели их купить, какие-то их модели за свои деньги, просто потому, что у них реально очень интересный визуальный стиль, они прикольно выглядят и на их фоне реально можно что-то красивое поснимать. Потому что у них внешность такая вот своеобразная и плюс она вписывается в общем в тематику нашей мебели, они тоже деревянные и так далее и все в этом духе. Но в итоге как-то руки не дошли, вот недавно они написали нам сами, сказали можем вам отправить вот модельки, снимите про них видос и все в таком духе, мы сказали почему бы и нет. Вот, как бы нам никто не проплачивал и так далее и тому подобное этот видос и в нем будет исключительно наше действительно честное и откровенное мнение по поводу этого всего. Ну и конструкторов скоро в кадре станет больше. Показываю как это все упаковано, поставляется вот в такой относительно компактной коробке все вот это вот дело. Снимаем полиэтилен, снимаем, выбрасываем и внутри коробки в общем-то у нас, открываем это все дело, находится коробка в баню. Внутри коробки у нас есть куча вот таких вот фанерных листов, на которых у нас напечатаны, ну не напечатаны, правильно я буду сказать, вырезаны на лазере элементы, деталики. Ну и здесь в общем-то сзади находится инструкция о том, как это все дело собрать. И по поводу инструкции есть некоторые, так скажем, претензии, предложения, пожелания и мы о них поговорим немножко позже. Внутри коробки со скрипкой, нет, хардигарди, вот оно так правильно называется, которую я собирал за кадром у себя дома ночами. Вот там еще были дополнительные инструменты, я не уверен, что они есть здесь в виде молотка, я позже его покажу. Также там был воск, канифоль и по-моему что-то еще. Ну здесь, видимо, для этой модели эти все вещи не очень нужны, поэтому внутри этой коробки данных элементов, необходимых для сборки всего этого дела, нет. Ну и теперь я думаю, что я не буду вам показывать очень небыстрый процесс сборки всего этого дела, вы сейчас будете наблюдать таймлэпс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как вы могли заметить, мы только что собрали фабрику роботов, начал я ее собирать сам и в конце ко мне уже Сережа подключился помогать, потому что уже увидел, что у меня мозги вскипают и вытекают наружу. Вот спасибо ему огромное за помощь, без него бы я, наверное, собирал до сих пор. И, кстати, сборка вот этого конструктора в сумме заняла, получается, сколько? С 11 до 17. Итого мы получаем 6 часов. Очень немало и не очень просто, и мы к этому вернемся чуть позже. Скажу одну очень важную вещь в случае HardiGuardi, вот этой вот скрипки условно-механической, которую вы сейчас можете видеть, фабрика роботов ее немножко закрывает, уже нет. Так вот, в ее случае у нас в комплекте еще был инструмент, который тоже можно собрать. Молоток выглядит он вот так, не думаю, что есть смысл фокус переводить, это для установки больших деталей. И вот здесь он бы очень сильно не помешал. И плюс, был еще условно медиатор, я не знаю, как правильно этот инструмент называется, но маленькая такая штучка, которую удобно ухватить, и ей можно выдавливать мелкие детали. И это очень нужно было там, и это безумно нужно здесь. Было здесь мелких деталей намного больше, чем в случае этой скрипки, этого музыкального инструмента, но здесь такого инструмента не было. И по поводу инструкции, у меня есть очень много претензий к ребятам из Ugears. Вот вы ее сейчас видите, мы ее открываем, и здесь у нас есть вот такая вот пометка на кучу языков, которая гласит, я думаю, вы можете прочитать. Но, короче говоря, некоторые детали нужно натирать парафином, свечкой, для того, чтобы они проще терлись друг от друга, а соседние детали, и механика работала лучше. Юмор в том, что в случае Харди Гарди, у нас свечка, например, в комплекте маленькая была, ее, в принципе, с головой хватило для того, чтобы все собрать, и это хорошо. В случае фабрики роботов, свечки у нас в комплекте нет. И у нас в офисе, например, свечек тоже нет, и в большинстве современных домов, я уверен, если люди не пользуются аромалампами, то у современного человека свечки дома нет. И почему нельзя было положить кусочек свечечки в комплекте, как это было сделано здесь, например, я не понимаю. Зато у нас 2 миллиарда зубочисток половины, точнее, какая половина, я бы сказал, что 2 трети точно из них использовано не было. Ну и резинок с запасом очень хорошим было дано, но нужные такие вещи, как инструменты для того, чтобы выталкивать мелочуху всякую, от которой пальцы реально разрываются потом в клочья, если вы долго будете из-за один приход собирать вот это вот все дело. И молотка, который бы помог установить базу, например, вот этой конструкции, этой фабрики роботов, здесь нет. И в принципе сама инструкция на самом-то деле, она на 2 с плюсом сделана, даже не на тройку, потому что в ней очень много ошибок. Часть из них у нас вынесены в отдельный буклетик. Вот вы его видите, мы его открываем, да, и тут вот написано, что у нас на 4, 6, 11, 13, 28, 16, вот, да, именно по порядку все идет. Какого черта, мне непонятно, почему нельзя было третий листик взять, но как-то более удобно это все разместить, чтобы никто ничего не провтыкал. Этого было принято решение не делать. Куча здесь есть ошибок, куча несоответствий реальной жизни с инструкцией, они вынесены сюда. Можно скачать нормальную инструкцию с сайта производителя, но извините меня, допустим, вы взяли с собой этот конструктор куда-то на дачу, уехали туда на рождественские праздники, например, у вас там нет интернета, вы не можете скачать PDF и нормально на большом экране на планшете или на компьютере его посмотреть. Тогда придется ковыряться вот в этом вот всем, и плюс здесь не все ошибки вынесены, которые по факту есть, их там еще хватает. И многие из них, они встречаются уже ближе к концу, и они реально просто в ступор ставят, хотя ошибки на самом-то деле довольно простые. Были бы они на первой странице, они бы не вызывали проблем. И в случае инструкции тоже, как бы это не мое личное мнение, мы с Сережей заканчивали собирать, и он полностью со мной, я уверен, согласен, согласен, вот так будет правильно сказать, вот он ухукает там за кадром. И дело в том, что Сережа со своей родней собирал вот эту вот штуку, это у нас механическая шкатулка с секретом, или как-то так она называется, если я не ошибаюсь. И здесь можно чего-то покрутить, покрутить здесь, потом достать ключ, который какого-то черта у нас застрял, покрутить. Где? С вот этой вот стороны покрутить, и тогда она по идее должна красивенько, аккуратно открываться. Она в принципе открывается, но механика работает не так хорошо, как хотелось бы, то есть она явно должна открываться сильнее и правильнее, и без хруста, без треска фанеры. Вот, и опять-таки это всё связано с тем, что нету парафина в комплекте, не было его, и не очень грамотно составлена инструкция. Мне кажется, что эту инструкцию составлял тот человек, который это всё делал, вот, и это неправильно. Её должен составлять тот человек, который это всё придумывал, с тем человеком, который, блин, это всё будет собирать. И должны быть набраны какие-то тестовые группы людей, которые будут эту всю лабуду собирать воедино, и при них должен присутствовать инженер, и только тогда инструкция будет действительно правильная и действительно понятная. Такой она, к сожалению, не является. И в случае, допустим, со шкатулкой, она как-то работает, вот эта штука работает очень хорошо, в принципе, её осталось только настроить и научиться на ней играть. Но, конечно же, я этого не делал, мне не так много свободного времени, чтобы всеми этими вопросами заниматься. В случае фабрики роботов, вот, кстати, я её сейчас отодвинул, и вы видите, что у нас в комплекте, помимо самого, условно, здания, где происходят сложные механические процессы, у нас имеются, например, вот, стойка сюда можно, детали повесить, чувачки всякие, ящички. Ящички, кстати, довольно прикольные. Вот, это, это что есть, того не отнять. Вот, здесь у нас защёлочка такая фанерная, ну, тут всё фанерное, в принципе, кроме резинок, и в случае музыкального инструмента там ещё струны есть. Здесь ящичек вот защёлочка, крышечка у нас открывается, в принципе, очень прикольно реализовано, на самом-то деле. И, в целом, я могу, я преклоняюсь реально перед тем человеком, который это всё разработал. Потому что, на самом-то деле, если бы немножко, чуть больше приложить желания, усилий и, может, каких-то там умственных усилий, вот так будет правильнее сказать, то это всё бы работало просто идеально. Вот, но есть некоторые моменты, которые здесь не стыкуются. Я реально очень уважаю людей, которые это всё сделали, потому что, если бы я что-то такое придумывал, то в комплекте, помимо там инструментов каких-то, да, и чего-то там ещё, был бы ещё тюбик клея ПВА для того, чтобы это всё собирать. А этого здесь нет. Всё на защёлках, всё на каких-то шкантах, в случае фабрики роботов всё, очень много элементов на зубочистках держится, всё на реально чисто механических соединениях у нас держится куча, и это, на самом-то деле, круто и прикольно. То, что люди додумались сделать вот именно так, без дополнительных каких-то хитрых столярных премудростей. Вот у нас фабрика роботов, вы смотрите на неё сейчас сверху. У нас есть вот такая вот вагонеточка, не знаю, почему я так глубоко её засунул. Она у нас ездит, и, как видите, не очень гладко она, в принципе, ездит по вот этому шарниру. Вот это вот у нас форклифт, я не знаю, как по-русски это дело называется, он, кстати, работает. Вот эта вот штука реально функционирует. У нас есть колёсико, мы можем его крутить, можем отпустить, не пружинка, господи, резинка потянет всё вниз. Если мы крутим колёсико, то у нас есть система, я не помню, как она называется, в велосипедах применяется, в втулках трещотка условно, она не даёт двигаться механизму в обратном направлении. Ну и таким вот образом оно всё поднимается. Вот это единственное, что здесь из сложной механики работает нормально, увы. Потому что тут у нас находится, вот так вам быть может, нет, вам всё равно этого всего не видно, придётся слушать меня и воспринимать всё чисто на слух и верить мне. Здесь находится у нас резиномотор. Вот, то есть мы его, по идее, закручиваем, закручиваем, резинка натягивается, потом мы нажимаем на кнопку, и у нас здесь должны твориться реально чудеса. Потому что механики здесь тупо дохренища, куча всяких шестерёнок простых, сложных, с пропущенными зубами и так далее и тому подобное. Ну, очень сложная, реально классная механика, но за счёт того, что, мне кажется, инженеры просто не учли того, что это не сталь, которая смазана тонной солидола, а это всё фанера, которая всё-таки немножко более цепучая и у неё больше трения между деталями, между собой, вот. И поэтому это всё нифигища не работает. Вот видите, вроде как мы крутимся по чуть-чуть, но потом мы клиним. Это потому, что здесь не продуман этот механизм. Он сделан грамотно, он сделан так, как он должен быть сделан. Там сложная механика с шарика, с роликами, которые заклинивают механизм, если он пытается крутиться в обратном направлении. Это тоже распространённые в механике явления, такие механизмы, это их подобие, так скажем. В сложной механике, там, я не знаю, применяется ли в автомобилях, но в технике, например, в дрелях что-то очень подобным образом реализовано, когда у нас редуктор не прокручивается, если мотор не двигает, в общем-то, патрон. То есть вы остановили дрель, и вы можете патрон открутить, он клинит сам себя. Вот здесь что-то очень похожим образом сделано. И там много реально прикольных вещей закручено внутри, но из-за того, что не до конца, видимо, оно как-то додумано, оно не работает. Всё заклинилось просто. Ничего не крутится, нигде ничего нельзя толком покрутить. Вот, чуть-чуть что-то куда-то ходит, но оно не функционирует, не функционирует явно так, как это задумывалось изначально. Фабрику робота, увы, я рекомендовать к покупке никому не могу, потому что мне не понравилось, откровенно говоря, её собирать. Это был достаточно сложный процесс, исходя из того, что инструкция не такая, как должна быть. И в итоге ещё и в конце получить, на самом-то деле, в теории, реально крутую, функциональную, очень сложную и прикольную игрушку, которая не работает. Но это не совсем то, что наверняка людям хотелось бы. С другой стороны, если ваш ребёнок, например, очень... вы хотите, чтобы он интересовался механикой, то что-то подобное ему подарить стоит. Потому что множество сложных и простых каких-то цепей и звеньев механических в этих игрушках присутствуют. И понимание того, как они работают и зачем они служат, это на самом-то деле весьма неплохо и для общего развития это явно ребёнку не помешает. И в универе курсе на втором-третьем технического вуза, если у него будет прикладная механика, ему будет намного проще. Потому что в этих вещах очень многие вещи он увидит. И теперь мы переходим к тому, что мне реально понравилось. Потому что вот эту штуку я собрал ночью в полуспящем, в полусонном состоянии за три часа. Полностью. От А до Я. И потом мне ещё понадобилось немножко времени, чтобы напортачить, но всё-таки натянуть струны. Это у нас, можно сказать, смычковый инструмент. Оп! Мы влезли в кадр. Вот так вот он выглядит. Здесь у нас есть механизм натяжения струны ручной. Можно вот так вот изменить, поднять, опустить струну. Отрегулировать, насколько сильно она давит у нас на вот это вот колесо. Если мы откроем вот эту вот дверцу, то здесь мы увидим, как работает механизм. Когда у нас нажимаются кнопочки условно на этом инструменте, то у нас натягивается струна и, соответственно, меняется её длина, меняется амплитуда её вибрации и всё вот это вот дело. Ну, короче говоря, стандартный музыкальный струнный инструмент. Можно сказать, что смычковый, но здесь немножко всё иначе. Потому что то же самое у нас об струну что-то трётся. Мы её не дёргаем, как в гитаре, например, мы её не щипаем, а об неё трётся только не смычок, а в нашем случае колесо. Вот, здесь у нас имеется механизм натяжения струн, тоже очень интересно сделано. Клинообразные у нас вот эти вот вставки, вы их просто вставляете туго внутрь и они фиксируются за счёт трения чисто, без каких-то там механических дополнительных сложных элементов, которые здесь не нужны. Вот здесь инструкция, инструменты, которые были в комплекте, и аксессуары в виде парафина, и канифоли, и струн. Всё здесь есть, вот здесь всё реально хорошо. И продумано всё так, как надо, и сделано всё так, как надо, и нету ошибок в инструкции, и всё, что надо, есть. И собирается она относительно быстро, вы не успеваете устать от вот этого всего процесса сложного, когда у тебя что-то в руках держится, тебе нужно его куда-то вставить, ты его буквально отпускаешь, и оно разваливается, как было в случае с фабрикой роботов. Вот здесь этого всего нет. Вот эта штука мне реально нравится. Мы берём, крутим... Я думаю, что я на эту камеру буду показывать. Мы крутим ручку, которая у нас здесь есть, и у нас эта штука издаёт звуки, и когда мы, в общем-то, нажимаем на кнопку, звук меняется. Его можно настроить при помощи обычного приложения для настройки гитары, которое есть и в App Store, и, я думаю, и в Play Market, и где угодно. Ну и при помощи специального инструмента, тоже электронного, это можно сделать. Ну и после этого, как бы на этой штуке можно играть, и на канале Ugears есть, в общем-то, я так понимаю, мануалы, как играть разные популярные мелодии на вот этом вот инструменте. Вот это я считаю реальное произведение искусства. А, к сожалению, шкатулка и фабрика роботов, это немножко, ну, недоинженировано оно, недоработано, как по мне, увы. Вот так. В любом случае, если у вас больше терпения, больше усидчивости, куча свечек дома, и вы можете себе позволить попытаться оттраблшутить те проблемы, которые заложены в этих конструкторах изначально с завода, вот, потому что это сделать можно, оно должно работать. В теории оно не работает, потому что, ну, вот так, некоторые есть причины механические этому. То, в принципе, я могу рекомендовать к покупке вот это вот всё. Но точно я могу рекомендовать всем это вот. И также это относится, кстати, и к тем людям, которые, например, если вы хотите своему ребёнку объяснить, как работают струнные музыкальные инструменты, это ему явно не помешает. Ну и плюс, тут тоже у нас механики очень много внутри. Не так много, конечно, как в фабрике роботов, но тоже её хватает. И вот эту штуку реально интересно её и собирать, и понимать, как оно всё функционирует, и лицезреть то, насколько круто оно всё продумано и сделано. Вот это я точно могу советовать. Всё остальное, ну, надо очень сильно подумать перед тем, как заказывать, а стоит ли. В любом случае, ссылки на всё это добро. И, кстати, стоит оно всё не слишком дорого, я почему-то про это забыл сказать. Поэтому, если у вас есть друзья, которым подобные вот вещи такие сложные, интересные, они любят что-то такое собирать, вот, можете им что-то в этом духе из их ассортимента. У них моделей очень много подарить на Новый год, даже если у них получится то же самое, что и у нас. То есть, оно вроде как есть, но оно не работает. В любом случае, эта фабрика роботов, она, блин, прикольно внешне выглядит. И, в частности, это стало первой и главной причиной, почему мы решили поработать с Югирсом и взять у них вот эти вот конструкторы для того, чтобы с ними поиграться. Вот такая штука на полке, она всегда будет привлекать чьё-то внимание. В любом случае, ещё раз говорю, ссылки на всё это дело будут ждать вас в описании данного ролика на YouTube. С вами был Дима, Ferrum.com. Ставим лайки, подписываемся на канал и обязательно делимся этим видео с друзьями. Это очень нам помогает. Огромное спасибо всем, кто смотрел. Пока!